Ну что ж, всем привет, меня зовут Константин Макаров и я являюсь поздним переселенцем из Казахстана в Германии. Переезжаем мы где-то примерно в 20-х числах июня, пока еще не точно, потому что мы только вот сдали только документы, удостоверение, военный билет я сдал. Вот, и теперь надо получить истоку бытия и после этого ехать надо будет на посольство в Астану, чтобы сдать уже на визу паспорта, чтобы вклеили паспорта. После чего сказали, надо будет брать билеты, потому что раньше, ну на самом деле сейчас с этой сложившейся ситуацией очень сложно, очень сложно предугадывать, когда дадут визу, ну когда вклеят, когда дадут разрешение на вылет, скажем так. Вот, поэтому будем ждать, будем смотреть, как все это вообще будет происходить. Сейчас нахожусь в данное время в Павлодаре, Казахстан, вот. Это один из моих самых любимых городов, конечно, я очень люблю свой родной город, поэтому на самом деле очень сложно, конечно, уезжать, расставаться со своими близкими, друзьями, с любимой работой своей, ну и так далее. Конечно, за какой-то промежуток времени жизни накопился багаж, багаж такой, из друзей, знакомых, работ и всего прочего. Ну и не хотелось бы, конечно, все это оставлять, но жизнь диктует свои правила, поэтому будем пытаться продвигаться дальше, ехать, узнавать что-то новое. В Павлодаре сегодня у нас что-то жарко, градусов 30, по-моему, точно есть, уже весь испарина, уже вся по голове пошла. Конечно, я не буду рассказывать вам о всяких лайфхаках, связанных с переездом, потому что информации этой в интернете достаточно много, в ютюбе в частности, есть очень много переселенцев из Казахстана, из России, которые, в принципе, все в подробностях рассказывают и объясняют. Я думаю, гораздо лучше, чем я, потому что, ну, нет у меня такого скилла, не прокачан у меня этот скилл. Вот, единственное, я хочу сказать, что мы сделали так, мы собрали сразу все документы, сразу прошли обучение, собрали все справки, которые нужны были, то есть собрали сразу полный пакет и отправили его уже во Фридланд. Я посчитал, что так будет лучше, потому что, ну, все-таки, когда вы досылаете документы, получается, ваши документы откладывают, и потом их надо поднимать из архива и так далее, и тому подобное. То есть это все занимает очень много времени. А когда у бератора, допустим, приходит дело, он его открывает, и там сразу же все в этом деле сложено, все есть, все подшито, то процесс идет гораздо быстрее, потому что нам одобрили буквально за две недели. То есть 1 ноября наши документы попали во Фридланд, 14 ноября, вернее, октября даже, все было готово. То есть буквально около двух недель, и как бы нам уже пришел ответ, уже пришел вызов. Давайте поговорим о том, чем все-таки я планировал бы заниматься в Германии. Ну, естественно, конечно, для начала, я как взрослый человек, отдающий себе отчет в том, что, чтобы зарабатывать деньги, надо что-то уметь. Вот, мои умения, конечно, мне там тоже пригодятся, и я думаю, либо я их буду прокачивать просто там, ну, то есть как-то доучиваться, или как это правильно будет сделать, либо буду ставить какую-нибудь новую профессию, ну, естественно, конечно, самое главное, самое важное, конечно, надо выучить язык, естественно, потому что там, иншульдиганземирбит, то майне дойч, айн бисхен, ну, как бы это проканает сейчас, скажем так, на первых порах, вот, потом, конечно, надо будет какие-то уже более, ну, короче, разговаривать как-то, с людьми по-людски придется разговаривать, поэтому надо, конечно, учить язык, естественно, собираемся мы, кстати, ехать на землю Баденбюртенберг, не знаю, насколько это у нас выйдет, конечно, получится, но мы будем очень сильно стараться, потому что хотелось бы именно в этой земле застолбиться, скажем так, оставить свой след, вот, ну, будем посмотреть, как все это будет дальше, за связь. Мне все говорили, друзья, что, чтобы я в Павадаре здесь ничего не делал, чтобы я уже дождался приезда в Германию, и там уже по медстраховке уже делал себе зубы там и так далее и прочее, вот, но я все-таки решил, что, ну, плагами, конечно, пользоваться хорошо, но своя голова должна быть на плечах, поэтому все зубы я решил сделать себе сразу отремонтировать здесь в Павадаре, вот, чтобы на первое время, на года два-три я как бы забыл об этом уже и не переживал, поэтому сейчас вот я иду к стоматологу, мне тут сейчас будут удалять нерв, у меня болел зуб, поставили лекарство, вот, и в данный момент сейчас иду и будут, короче, меня сверлить, вытаскивать нервы и так далее, вот, покажу, наверное, вам я немного свой город, сейчас мы находимся в горсаду, это, ну, городской сад, парк типа культуры и отдыха, вот у нас строится бассейн, забыл это слово, бассейн строится, вот так выглядит наш парк, в принципе, обычный парк, типичный парк бывшего города, стран СССР, колесо, чертовое колесо, люди сидят, отдыхают, вот, сегодня у нас, получается, понедельник, ну, в принципе, тут все работает, то есть при желании можно прийти в понедельник, покататься на чем-нибудь, отдохнуть, может даже скушать мороженое, ну, давайте дальше под музычку походим и посмотрим, что тут есть вообще интересного в городе Павлодар. В общем, как говорится, и хаба проблем, короче говоря, представляете, сегодня надо было сдавать документы в миграционную полицию, удостоверение, военный билет, вот, и буквально за полчаса до этого мне позвонили и сказали с миграционки, что у меня есть какое-то судопроизводство открытое, ну, я понял, о чем речь была, получается, как-то раз я не заплатил за свет, ну, у меня есть такая привычка, я очень часто забываю, ну, такие вещи, как там что-то заплатить где-то, то есть мне проще, например, там пару месяцев не платить, а потом взять, сразу же сумму все закинуть и все, вот, ну, и, короче говоря, на меня, получается, подали в суд энергоцентр, но я все это закрыл, естественно, закрыл за услуги судоисполнителя закрыл, вот, но почему-то в миграции вылазит, что у меня там проблемы, вот, поэтому мне пришлось побежать в юстицию, написать заявление, всех попросить, чтобы как можно скорее это все сделали, ну, я не знаю, насколько это все будет быстро, потому что, ну, как всегда, все делается у нас медленно, медленно, примедленно, вот, будем ждать, будем надеяться, что все получится, вот, и что как можно скорее я получу эту бумажку заветную, где будет написано, что я никому ничего не должен, позвонил, в общем, сейчас я в канцелярию, хотел попросить, чтобы все сделали поскорее, вот, ну, естественно, как в любом, наверное, государстве постсоветского пространства с тобой разговаривают, как будто бы ты, ну, какое-то полное ничтожество, над тобой стоит царь там, который пальчиком показывает направо и налево, ну, то есть можно же войти в ситуацию, вот, в положение войти и, ну, как-то, как-то, не знаю, стараться помочь человеке, вот, ну, посмотрим, что будет дальше, но я вроде попросил, вроде мне сказали, что сделают, скажем, мужчина, позвоните после обеда или завтра, вот, ну, будем надеяться, что все будет хорошо, я сейчас сделаю кое-какие дела, вот, и буду звонить после обеда, просить, чтобы эту бумажку сегодня получить. Что будет, он, настал следующий день уже, я уже с утра побывал в поликлинике, ну, в стоматологию уже попал, с утра мне сделали, ну, зуб отремонтировали и покрыли зубы вторваком, в общем, выглядит это вот так, очень весело и интересно, сказали, что вот эта пленка у меня будет примерно, ну, в течение пары дней, вот, поэтому сильно улыбаться с которой мне как бы не стоит, в принципе, вот, в общем, сейчас пойду в вестицию, вроде сказали, подъезжайте, мы там посмотрим и выдадим вам справку, так что будем надеяться, что все уже хорошо и я, наконец-таки, получу эту заветную справку и смогу поехать в миграционку, сдать документы все на выписку, надо не забыть сдать военный билет, ну, и так далее, и тому подобное, делать пишу, кстати, стараюсь записать одним кадром, чтобы, ну, все какие-то недочеты, чтобы все было видно, потому что, ну, зачем как-то пытаться себя улучшить, если ты такой есть на самом деле, вот, поэтому, если что, задавайте вопросы какие-нибудь в комментариях, я, в принципе, люблю иногда разводить какую-нибудь полемику, какую-нибудь нудятину, вот, поэтому пишите, спрашивайте, что вам вдруг будет интересно, если, ну, в общем, сейчас направляемся в вестицию, чуть позже я выйду опять на связь, скажем так, и расскажу, что и как, вот, ну, и потом расскажу, если все получится, как сдали документы, какие еще, может быть, были вопросы дополнительные, какие-то преграды, какие-то косячки, у меня, в принципе, вообще косячная жизнь, потому что у меня каждый день что-то в моей жизни происходит, по сути, если рассказывать мою жизнь, что я постараюсь сейчас, в принципе, делать, то получится такой небольшой мини-сериал, лет так на 40 примерно, вот, поэтому, ну, в общем, до связи, сейчас все расскажу чуть попозже. Сильно большой ветер, конечно, сейчас зубки мои, как сюда, желтые, после стоматолога забрал, в общем, я бумажку, вот, буквально вот, из-за вот этой вот бумажки, в которой, буквально из-за этой бумажки, в которой написано, что я никому ничего не должен, что правительству я ничего не должен, никакому исполнителю тоже ничего не должен, все, можно ехать, выписываться, сдавать удостоверение, сдавать военный билет, вот, так что, поздравьте меня, дальше скажу, как все будет. Уже остался буквально один день до нашего вылета во Франкфурт, вот, поэтому завтра мы сделаем последнее приготовление и, скажем так, выдвинемся в нашу столицу, в город Нур-Султан, откуда у нас будет прямой рейс компании Люфтганза, до Франкфурта. А сейчас я нахожусь, конечно же, естественно, где я могу находиться, конечно же, в своем родном городе Экибастуз, Экибастон, гребаный Экибастуз, ну и так далее. Это Константин, ну, в общем, кто не знает, я музыкант и работаю в джазовом оркестре, ну, то не халям-валям, джазовый оркестр Павлодарской филармонии имени Исыббайзакова. Очень сложное название, но, в принципе, выучить можно при большом желании. В общем, будем на связи, у нас сегодня концерт в Экибастузе. Когда вы это увидите, концерт уже давным-давно пройдет, но не суть, главное, что я здесь был, я здесь зачекинился. Поехали! Да, в общем, выступили мы в Экибастузе. Вот, я немного встал, потому что встали очень рано, и поэтому я решил, ой-бай, на обратной дороге поспать. Невзирая на все неровности, которые мы сейчас с вами преодолеваем, мы едем на трассу, там дорога вроде более или менее нормальная. Как-то, кстати, странно, в городе дорога хуже, чем на трассе. Вот, поэтому, короче, пожелайте мне приятных слов, я буду спать. С вами увидимся буквально попозже, через пару секунд, потому что для вас практически пройдет всего 2 секунды, а для меня это будет, наверное, пару-тройку часов сна. Здорового, надеюсь, я высплюсь. В общем, до встречи! Ну вот, наконец-то мы находимся в международном аэропорту в городе Нур-Султан. Вот, позади меня первый терминал, который отправляет именно международные рейсы. Подстригся я, как раз таки стал выглядеть чуть-чуть похожим на человека. Вот, ожидания у нас еще до регистрации где-то часа 2,5 примерно. Вот, а после чего уже пойдем туда дальше. Вот, как регистрацию пройдем. О, вот так свет получше. Вот, и полетим в прямой рейс Люфтганза. Люфтганза. Я что-то уставший такой, наверное, по мне видно. Такое ощущение, как будто я не спал почти 2 суток. Ну, так и было, в принципе. Вот, поэтому, ладно, чуть-чуть попозже буду на связь. Пока, наверное, попробую, попытаюсь поспать. Ждать нам еще до 5 утра вылета, а время сейчас без 20.12. То есть, короче, долго еще нам здесь находиться. Самое главное, что мы уже на месте и уже, как бы, я думаю, точно не пропустим свой рейс. Потому что, ну, вполне возможно такое, вот. Можно и профукать. Как профукать лям? Опоздай просто на рейс из Астаны, из Нур-Султана во Франкхост. Ну, вот и все. Наконец-то мы прошли все паспортные и таможенные контроль. Вот, ждем посадки на рейс. Устали, конечно, очень сильно. Я вообще устал, потому что у меня двойничество и недосыпание. Ну, то регистрации на рейс до посадки, наверное, осталось минут 40. Вообще вылет через 2 часа. 1.50. Вот. Сопать я хочу, конечно. Очень сильно. Но, думаю, высплюсь с самолетом, потому что лететь 7 часов. Слава Богу, прямой рейс, поэтому все будет хорошо. Есть одна проблемка. У меня есть паспорт вакцинации. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok